Сегодня поговорим о том, как спланировать мероприятие, что нужно посчитать заранее, о чем нужно подумать, какие вещи нужно нарисовать и вообще, как сделать так, чтобы вы вышли на площадку, полностью готовыми к проведению мероприятия. Итак, начнем с предварительных расчетов. Первое, о чем нужно подумать, это о том, какое количество гостей вы ожидаете на мероприятии, во сколько они придут, какая будет пиковая нагрузка в каждый час, как эти гости разместятся по площадкам, которые у вас есть на мероприятии и как быстро они смогут между этими площадками перемещаться. Все эти цифры нужно выписать, это будет основа для дальнейшего планирования мероприятия. Например, фестиваль «Руками в Москве», как мы его считали изначально в прошлом году. Мы планировали, что к нам на мероприятие придет 12 тысяч человек. Эти люди придут в субботу и воскресенье, мы откроем площадку на вход в 10 часов и с 11 начнут работать площадки. Почему такая разница в один час? Потому что гости должны зайти, осмотреться на мероприятии и первые активности заполнить собой. Кроме этого, мы учитывали, какой будет состав участников. Мы понимали, что это будут родители с детьми, а это значит, что их поведение будет скорее определено тем, как ведут себя на площадке дети. Это важно, потому что в некоторых ситуациях картина того, как люди работают на площадке и как они с ней знакомятся, совсем другая. Мы понимали, что мероприятие у нас есть 11 тысяч квадратных метров и нужно разместить активности так, чтобы максимально комфортно разместить всех тех, кто придет на наши мероприятия. Пиковая нагрузка у нас была 900 человек в час. После того, как вы оценили общее количество гостей на мероприятии, площадь и прочие базовые вещи, нужно посмотреть на те активности, которые вы планируете в течение мероприятия осуществить. Посмотреть очень предметно, напротив каждой активности прикинуть длительность участия в ней, посмотреть, какое количество зон у вас получается на всем мероприятии и внимательно очень посмотреть на длительность как самой активности, так и времени, необходимой для того, чтобы посетители переместились между ними. Очень важно заранее постараться спрогнозировать число участников мероприятия, потому что, исходя из этого, можно будет смотреть, насколько загруженной должна быть программа. Для этого есть очень простой инструмент, называется предварительная регистрация. В ней есть несколько нюансов. Например, очень сложно спрогнозировать в достаточной степени точности, все ли зарегистрированные придут на мероприятие, но тем не менее лучше иметь такие цифры, чем не иметь никаких. После того, как у нас есть общий параметр фестиваля, мы понимаем, какое количество гостей мы ожидаем в течение двух дней проведения, можно перейти к расчету среднего времени посещения каждого посетителя. Для больших и крупных фестивалей она может быть от одного до нескольких дней. Вспомните рок-фестивали, когда люди живут буквально на площадке и такое время нахождения на мероприятии совсем другие требования к организаторам выдвигает от туалетов до организации питания. В нашем случае мы говорим о фестивале, в котором участвует в среднем 2-3-4 часа, не больше, но тем не менее эти 2-3-4 часа организатор должен в своей голове спланировать. Как? Посчитать количество активностей, в котором обязательно примет участие один средний посетитель, заложить время на посещение главной сцены и время на осмотр всей площадки фестиваля. В нашем случае это в районе 3-х часов. Планируя время посещения посетителям фестиваля, нужно помнить о двух вещах. Есть активности, которые это время удлиняют, а есть активности, которые это время сокращают. Итак, вещи, которые удлиняют посещение фестиваля. Это разного рода технические шоу, соревнования, когда посетитель вынужден наблюдать до конца за участниками. Это очень плотная программа лекций, когда посетитель просто не успевает понять, что происходит, из одной лекции прыгает сразу в другую, и это очень сильно помогает сохранить посетителя на площадке. Ну а вещи, которые сокращают время посещения фестиваля, они обычно связаны с простыми бытовыми удобствами. Туалет, наличие фудкорта, точек воды и так далее. Если вы не дадите возможность человеку комфортно находиться на вашей площадке в течение нескольких часов, он уйдет просто за бытовыми удобствами в ближайший сквер. Хороший план — половина дела. Нам потребуется не только хороший, но и точный план. Для того, чтобы спланировать, как разместятся ваши активности на реальном пространстве, возьмите сервис Яндекс.Карты или Google Maps, если вы работаете на открытой площадке, или возьмите планы БТИ или, не знаю, план пожарной эвакуации и разлинуйте его в метровую сетку. Я покажу пример чуть дальше. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы в реальном масштабе времени понимали, какое место займут ваши активности, какой ширины останутся проходы и так далее. Пример вы можете увидеть здесь. Обратите внимание, что каждый такой план нужно создавать, используя собственные измерения. Потому что ни тот, ни другой сервис, при том, что они достаточно точные для подобных решений, тем не менее обеспечивает точность в районе метра-полутора. Эту точность вы можете обеспечить только сами, взяв рулетку, пройдя по площадке и привязав вашу метровую сетку к реальным объектам на карте. Делайте это всегда. Любая площадка имеет целый ряд естественных ограничений. Это то, как устроен подъезд к площадке, какие дороги к ней ведут, где остановки общественного транспорта и вообще, как люди привыкли по этой площадке ходить. Все эти ограничения, конечно, нужно отразить на плане, особенно обратив внимание на различного рода зеленые насаждения, фонтаны, водные преграды, песочницы и так далее. Этого очень часто не бывает на картографических сервисах. Это нужно зафиксировать своими руками. Кроме этого, есть еще ряд технических ограничений, например, точки подключения электричества, точки подключения воды, различного рода канализационные дела и так далее. Это тоже все нужно учесть, в том числе для того, чтобы понимать, как вы будете осуществлять организацию, в том числе электрического питания, например, на площадке. Все это наносится на один план, чтобы у вас это было перед глазами, пока вы планируете мероприятие. Отдельного внимания заслуживает, конечно, главная входная зона. Тут сразу нужно подумать о нескольких вещах. Как будет устроена ваша регистрация, которая, очевидно, будет до центрального входа сделана, и нужно предусмотреть специальную площадь. С другой стороны, нужно подумать о том, как будет осуществлен сам вход. Например, будут ли у вас стоять рамки, будет ли осуществляться досмотр. Если будет осуществляться досмотр, и, например, есть какие-то ограничения по проносу различного рода вещей на фестиваль, например, нельзя будет запретить проносить еду или напитки, то, конечно, нужно будет предусмотреть специальные мусорные баки и вообще логику их обслуживания. Главный вход — это отдельная полноценная история. Очень часто забывают ее как-то правильно организовать, и поэтому возникают на входе толпы, в очереди и так далее. Как театр начинается с лестницы, хорошее мероприятие начинается с главного входа. Спланируйте его детально. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на организацию зоны регистрации. Обычно об этом думают, но забывают посчитать. Что значит посчитать? Нужно понять, какую пиковую активность вы ждете во время проведения фестиваля. Например, в нашем случае это было 900 человек. 900 человек приходит в час. За этот час их нужно успеть обслужить, аккредитовать и так далее. Как считать? Вы смотрите, какое время требуется на то, чтобы зарегистрировать одного посетителя, делите общее количество посетителей на это время, получаете время в часах, за которое вам нужно эту толпу успеть аккредитовать. Вот такими расчетами получается, что для того, чтобы за один час пропустить 900 человек, нужно 15 стоек регистрации. Это 15 девушек, которые будут чудесным образом выдавать бейджи и 15 мальчиков, которые им эти бейджи будут подносить. Шутка. 15 стоек, каждая по метру, они должны быть выставлены до входа, и тогда эта зона будет работать прекрасно, справиться с таким потоком. Всегда считайте количество девушек на регистрации. Хозяйки на заметку. Никогда не объединяйте общую зону регистрации посетителей мероприятия и зону регистрации персонала, который работает на мероприятии. Под персоналом, который работает на мероприятии, я имею в виду спикеров, партнеров, технический персонал и так далее. И их нужно регистрировать в отдельном месте. Это обеспечит вам, с одной стороны, комфортную работу всех зон. У вас не будет ситуации, при которой, условно говоря, не открыт какая-то активность, просто потому что человек стоит там в очереди в общем месте со всеми посетителями, пытаясь пройти на фестиваль. Такого быть не должно. Всегда делайте отдельную зону для регистрации технического персонала. Итак, с главным входом и служебным входом мы разобрались. Давайте теперь поговорим о том, как планировать все остальные активности. Начинать нужно с самых ресурсоемких, а именно фудкорт, и стационарные объекты, которые уже есть на площадке. Почему с них? Потому что это самые требовательные зоны с точки зрения обеспечения подъезда, доступа к электричеству и так далее, и так далее. Вот их ставьте на план, схему в первую очередь. От них будем танцевать все остальное. После того, как вы разобрались с главным входом, разобрались с тем, как и где у вас размещен фудкорт, нужно подумать о главной сцене. Главная сцена — это куча ограничений, которые она с собой сразу несет. Притягивает буквально. Это шум, это площадь, которая необходима для того, чтобы разместить всех посетителей фестиваля перед ней. Это невозможность, по сути, работать другим зонам в непосредственной близости, когда на главной сцене идет какое-то хорошее выступление. Все эти нюансы необходимо учитывать. Перед главной сценой нужно ставить те активности, которые не требуют звука. То есть если люди приходят что-то посмотреть или, не знаю, поесть, например, фудкорт перед главной сценой, это нормально. Тогда они уживутся с главной сценой. Если вы поставите перед главной сценой лекторий, этот лекторий будет не нужен никому, включая тех, кто выступает на главной сцене. Итак, с крупными вещами разобрались. Мы понимаем, где стоит главная сцена, где у нас главный вход, как устроена регистрация, где у нас расположен прожорливый фудкорт. Теперь давайте посмотрим на список остальных активностей и выделим среди них самые яркие, те, которые будут привлекать к себе максимум аудиторий. Это ваши якоря. Сделайте так, чтобы они были размещены по всей территории площадки равномерно, чтобы люди тянулись к ним и тем самым распределялись по всей территории фестиваля. Хозяйки на заметку. Мой любимый формат. Когда вы планируете расстановку всех активностей, не забудьте про скорую, пожарную или во всяком случае возможность заехать этим самым прекрасным машинам на территорию фестиваля. Обязательно спланируйте, где будет место штаба, где будут раздевалки, где склад. Это должно быть место, из которого легко попасть на любую из площадок фестиваля, потому что вам часто придется что-то приносить, уносить, какие-то такие организационные вещи делать. Но эта активность точно должна быть. Активность зона, площадь, площадка, неважно, как ни назови, штаб организаторов, склад, раздевалки обязательно предусмотреть. Без них очень тяжело работать. Самое базовое правило о навигации. Вы должны дать возможность посетителю сориентироваться в площадке и программе мероприятия, как только он пришел на фестиваль. То есть первая навигационная таблица, карта должна стоять рядом с главным ходом. И дать возможность ориентироваться в течение мероприятия. Для этого мы такую большую карту ставим в центре нашей площадки, может быть, рядом с главной сценой. Важно, чтобы это было центральное какое-то место, куда люди естественным образом стягиваются. И второй базовый принцип, который на самом деле определяют все остальные. В любой точке фестиваля посетитель должен видеть какой-либо навигационный указатель. Не обязательно его читать, в том смысле, что он может стоять и в 50 метрах. Главное, чтобы он был заметен так, чтобы человек в любой момент, оглядевшись по сторонам, посмотрев вперед, посмотрев вбок, заметил какой-то навигационный элемент и мог до него дойти, а дальше уже сориентироваться на местности. Помните, что вы проектируете навигацию, ориентируясь на пустую площадку. Когда площадка наполнится людьми, конечно, зона видимости сильно снизится. В этом смысле дайте возможность людям ориентироваться еще и по программе. Не поленитесь, напечатайте карту, схему и программу мероприятия на бумажном носителе. Это все равно лучше, чем любое цифровое решение, потому что мобильная связь может не работать, или не у всех будет смартфон и так далее, и так далее. Проще выдать листочек, на котором будет понятно, куда идти и к какому времени. После того, как вы нанесли на вашу план схему все активности, все в метрах, все красиво, давайте посмотрим на то, как будут двигаться люди. Люди движутся, как вода. И в этом смысле представьте, что вы проектируете ручеек, который протекать будет между вашими активностями. Если где-то этот ручеек столкнется с противотоком, в этом месте образуется затор. Если где-то ручеек станет слишком узким, в этом месте тоже будет неприятное скопление людей. Подумайте, что вы между своими шатрами бесконечными и прочими прекрасными палатками пускаете воду. И эта вода должна течь равномерно, ее направление должно быть заранее определено вами, не волонтерами, не какими-то людьми, которые будут истошно бегать по площадке и вопить, пожалуйста, сюда, пожалуйста, сюда. Это неправильная организация. Правильная организация – это людской поток, который как водичка от главного входа к выходу через все мероприятие без всяких проблем и столкновений. Итак, вы нанесли все активности на план. Теперь посмотрите на него и попробуйте прожить путь посетителя, глядя на план. Можно взять этот план и прямо пойти на площадку и вместе с этим планом пройти по будущему мероприятию. Представьте глазами посетителя, что он увидит на главном входе, куда после этого пойдет, как он сориентируется на площадке. Проживите день будущего мероприятия, глядя на ваш план. И так вы обнаружите какие-то сильные, слабые стороны, может быть, вы что-то не предусмотрели, забыли и так далее. Это очень важный и полезный навык для организатора – уметь заглянуть в будущее. Взаимодействуя с представителями площадки, нужно помнить о нескольких вещах. Первое. Вы точно не единственная компания, не единственный организатор, который на этой площадке проводит мероприятие. Кто-то был до вас, кто-то будет после вас. Поговорите с этими людьми, поговорите с теми, кто был уже до вас, узнайте нюансы. Нюансы могут быть связаны с тем, кому принадлежит площадка, какое количество арендаторов на ней уже сейчас есть, есть ли какие-то отношения с аккредитованными, например, подрядчиками и так далее. Все эти, весь этот опыт лучше понимать и помнить до того, как вы выйдете на монтаж. Обязательно оговорите в договоре с площадкой условия монтажа и демонтажа, в каком виде и каким образом вы принимаете площадку и в каком виде вы эту площадку отдаете. Подумайте о том, что любое мероприятие не проходит для площадки даром, в том смысле, что, например, если вы делаете какой-то большой фестиваль на территории парка, скорее всего, ваши чудесные гости вытопчут травку, поломают пару деревьев. Это люди, с этим ничего не поделаешь. Подумайте о том, как вы будете это восстанавливать, если такая необходимость есть. Принимая и передавая площадку после мероприятия, не поленитесь, сфотографируйте все, что вы видите, а лучше возьмите мобильный телефон, включите видеозапись и пройдите по площадке, зафиксировав все на видео. Это обеспечит вам максимально комфортный режим приема и передачи площадки в дальнейшем и вас не будут обвинять в том, что вы не делали. Ну, всякое бывает. Поверьте моему опыту, очень часто собственник площадки пытается за ваш счет ее отремонтировать, сделать что-то лучше и так далее. Мы не против ему помочь, но давайте это делать цивилизованно в рамках договорных отношений. Я рассказал самые основные вещи, которые должен помнить каждый организатор, проектируя площадку, активность и вообще свою работу с посетителями. Читайте полную версию лонгрида. Удачи вам в вашей работе и в вашем нелегком труде.